Вадим Петрович, здравствуйте! Добрый день! Вадим Петрович, расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям об особенностях кинофестиваля. Самое первое отличие – это кинофестиваль седьмой, кинофестиваль уже. И, конечно же, очень программа насыщенная, во-первых, и каждый год, с каждым годом мы пытаемся обновить, разнообразить программу кинофестиваля, пытаемся его обогатить какими-то новыми событиями. И, конечно же, в этом году постарались максимально тоже использовать какие-то новые приемы, включить новые мероприятия в рамках этого нашего кинофестиваля. Это, во-первых, конечно же, самая такая значимая, наверное, особенность, которая бросается в глаза, то, что у нас в этом году два конкурса. Первый конкурс – это конкурс игровых фильмов. Это 14 игровых фильмов, которые представлены на кинофестиваль. И вторая программа – это кинематограф малых народов. И, соответственно, два профессиональных жюри. Первое жюри – это возглавляет наш известный актер театра и кино Глеб Анатольевич Панфилов. Это для нас очень большая честь, потому что такие мастера, такие величины, как Глеб Анатольевич Панфилов, они, как правило, возглавляют такие солидные международные кинофестивали, как, например, Каннский кинофестиваль или Московский кинофестиваль. Поэтому это для нас, конечно же, большая честь. Ну и то, что в составе жюри Инна Чурикова тоже для нас значимо. Другое жюри, которое оценивает фильмы малых народов – это Стишова Елена Михайловна, тоже известный киновед. Искусствовед. Поэтому, на мой взгляд, это вот такая значимая особенность нынешнего кинофестиваля. И, конечно же, программа, которая, я уже как сказал, она разнообразная. В рамках кинофестиваля проходят всевозможные мероприятия. Это и творческие встречи с артистами, с режиссерами, которые приехали, представляют свои фильмы. Это и мастер-классы для студентов наших творческих учебных заведений. Это, прежде всего, для Института культуры и искусств, художественного училища, музыкального училища. И, конечно, всегда молодым людям, студентам, которые обучаются в этих творческих вузах, интересно и полезно узнать, как становились, как развивались мастера сцены. На самом деле, очень высокие профессионалы своего дела. И программа, которая включает в себя мероприятия, скажем так, для наших юных зрителей, для детей. Это и фильмы, которые представляются в рамках кинофестиваля. Ну и, конечно же, опять же, творческие встречи для детей. Как создаются эти фильмы. И в этом году, в рамках 90-летия Мосфильма, нам удалось организовать совместно с Мосфильмом маленькую выставку. Кинотеатр Сейспильм мы его развернули из фондов музея Мосфильма. И вторая выставка тоже, я думаю, что это тоже значимо. Это выставка объективов, линз производственного объединения «Лома» из Санкт-Петербурга. Потому что сам процесс создания фильма, съемки, он тесно связан именно с линзами, которые немаловажную роль играют. Профессионалы, операторы говорят, что очень многое зависит от этого. Поэтому это тоже вызывает определенный интерес. Ну вот это, наверное, самые такие важные особенности нынешнего фестиваля. В Чуваши первый раз показывают чувашский фильм. Ну это и мюзикл «Норспея», и также режиссер Владимир Красаков, фильм «Юха». Мы надеемся, что вызовет определенный интерес наш фильм. Его они отметят. Может быть, не сразу какими-то гран-при, а отметят на самом деле его уровень, его режиссуру, его уровень занятых в нем артистов. Ну вот что хочу сказать. Вот этот первый наш фильм, который сейчас вышел на большую сцену, большой экран, на большую аудиторию, он станет, наверное, каким-то своеобразным таким локомотивом, который потянет и дальше развитие нашего кино, чувашского кино. У нас есть такая мощная база, которая создана в 1920-х годах Максимовым Кошкинским, который создавал, собственно говоря, Чуваш кино. Ну, нельзя сказать, что кино, оно останавливалось в развитии киноискусства в нашей республике. И были переводы, синхронные переводы с русского языка. Русские фильмы переводились на чувашский язык, они демонстрировались и по телевизору, и выходили на киноэкраны. Но тех фильмов, которые производились нашими деятелями искусства, с участием наших артистов, их до последнего, скажем так, до конца 90-х их не было. И вот сейчас, когда начинают появляться новые фильмы, в этом отношении я хочу сказать, и «Боксар» студии, и Вячеслав Оринов там принимает активное участие, ну и другие. Это такое важное мероприятие, важный момент вообще в развитии нашего кино. И скажем, что вот в дальнейшем эти наши фильмы, они займут достойное место в программе Чебоксарского международного кинофестиваля, и дальше уже выйдут и в широкий прокат на международную сцену, международный прокат, и будут пользоваться такой же популярностью, как и такие другие большие фильмы. Что, по-вашему, нужно, чтобы вернуть к жизни чувашский кинематограф? Прежде всего, нужны деньги. Кинематограф – это очень затратное дело и затратный вид искусства, начиная от специального оборудования, которое нужно для создания фильмов. Ну и немаловажную роль играет и приглашение, оплата участников этого фильма, артистов. Самое важное – нужны люди, которые жили бы этим, которые горели бы этим, потому что просто какими-то директивами, приказами сверху невозможно искусственно что-то в творчестве создавать. Это нужно, чтобы человек, Максимов Кошкинский, он же жил этим, он жил искусством, он жил кино. Поэтому вот такие люди, которые на сегодняшний день в начальной стадии создания большого чувашского кино находятся, вот, кстати, они же сейчас объединились, создали союз кинематографистов Чувашской республики, они как раз и послужат тем толчком для дальнейшего развития чувашского кино.